вот он красивый жучара такой сейчас мы ему будем делать пришел лёха решился на конец дрын 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 и немножко дефектовали уже вот тут у меня есть такие вот вот счастливый хозяин радостный на краска на ней обалденная такой да в телефоне видать но и какая красота переливается вот такая вот прям как звездное небо фильмах про космические путешествия так и здесь и богу можно снимать наверно вот тогда фильмах так и снимали такой краской покрасят и снимают а это вот черные дыры отмеченные красных дыра черная ладно поехали потихоньку ну вот он наш первый экспонат мятинка вот одна вот по но тут что самое неприятно красочка тресного собака попытаемся ее пошевелить вот она умятинка у нас сейчас попробуем открыть вот таким вот крючком шевелить без фанатизма потому что машинка крашен и это тоже в общем-то под покраску новенькая ну да не битая не крашеная без пробега по японии поэтому надо очень-очень аккуратно он потом микрометром будет лазерным мерить вмятины все вот если чего не заплатит шутка машинку хочется сделать аккуратно торопиться мы не будем ну вот вроде вроде как-то 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 пинка подвышла чуть-чуть ее можно осадить ручки это меня всегда упрекают том что я делать дед снимать не снимаю но у меня две руки и снимать и робби на наш шлем как мотоциклиста с регистратора летают вот которые там снимают там по пять камер на человеке там они как эти как летучие мыши там или на скейтбордах ну мы не заработали камеры дорогие они по 50 раз каждая стоят откуда у нас такие деньги ну чё чуть постучим я извиняюсь тут на ой ты господи пару раз надо откуда же мусор летит непонятно все вроде чистое ну вот как-то так все постирать да это полировка новая модная слышите как полируется красота на одну минус 1 метка да даже мало а пошло дело вот он подвес вот он крючок острый очень острый сейчас можно так бабах и дирка будет сейчас эти бабах ну вот они умятинки у нас сейчас эти бабах ну вот подвеска не будет я испугался и остричком берем мятинку нежно тык или выкаем и она при этом должна выпрямиться я конечно не знаю я не первый день а второй этим занимаюсь ну по идее вот как-то так выпрямиться вот опять же был вопрос как делаете как вы держите крючок вот сейчас оператор по моей снимет изнутри как я держу крючок на вмятинку вот оператор оператор не видит сначала мы находим и вот так вот я направляю и потихонечку вот туда туда то есть вот система какая вот и как-то направляю либо так жестко либо аккуратно штучок не соскальзывал ладно поехали дальше и берем аккуратно опять же ее выкаем гладим в итоге ей девать некуда и она начинает выпрямляться и надоедает сдаваться да вот начинает сдаваться конечно таким острым крючком ему понравится никому не понравится все острыми крючками шевелить все делательное ну чуть вот эту еще немножечко пошевелим ну вот так можно на вот